Добрый день! Меня зовут Мария Миллер из юридической фирмы Stevenson Harvard. Сегодня мы приветствуем вас в рамках второго видео, посвященного зеленому финансированию и финансированию устойчивого развития. Рядом со мной мой коллега Джереми Грант, партнер, специалист в области рынков капитала и финансов. Здравствуйте, Джереми! Здравствуйте, Мария! Джереми, вы знаете, после нашего первого видео мы получили несколько комментариев по поводу того, что в прошлый раз ваш галстук был недостаточно зеленым, и я вижу, что в этот раз вы надели по-настоящему зеленый галстук. Сегодня мы поговорим о последних новостях в области финансирования, привязанного к целям устойчивого развития. Джереми, в прошлый раз мы говорили исключительно о зеленом финансировании, цели от которого идут исключительно на финансирование зеленых проектов. Скажите, какие главные отличия зеленого финансирования от финансирования, привязанного к целям устойчивого развития? В отличие от зеленого финансирования, для финансирования, привязанного к целям устойчивого развития, нет особенных обязательств по использованию средств. Однако доход по облигациям или ставка по кредиту будет меняться в зависимости от того, достигнуты ли цели устойчивого развития. Такие цели могут быть экологическими или социальными, и они устанавливаются заранее. Спасибо, Джереми. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о принципах, применимых к финансированию, привязанному к целям устойчивого развития. Эти принципы включают в принципы выпущенные Ассоциации кредитного рынка, ЛМА, для кредитов в 2019 году, и Международные Ассоциации рынков капитала, ИКМА, для облигаций в 2020 году. Эти принципы довольно сильно отличаются от принципов зальюного финансирования и зальюных облигаций. Упор делается на выбор эмитентом ключевых показателей KPIs экологической или социальной эффективности в самом широком смысле. Как измерить эти показатели? Какого результата должна добиться компания в определенный период, чтобы не оказаться в невыгодном положении? Эти цели должны быть не бизнес-изжу и не слишком амбициозными. И как описать все это в документации по облигациям или по кредитам? Другие принципы такие же, как для зальюного финансирования – отчетность и независимая оценка. Скажите, какие преимущества у эмитентов при выпуске облигаций, привязанных к целям устойчивого развития, по сравнению с выпуском зеленых облигаций? И какова специфика стран СНГ? Рынок зальюных облигаций остается закрытым для многих эмитентов. Во многих областях компании не имеют возможности работать над крупными проектами, которые бы отвечали зальюным требованиям и которые можно финансировать при помощи выпуска облигаций. Появление инструментов, привязанных к целям устойчивого развития, изменилось ситуации. Итальянская компания ENEL стала первым эмитентом таких облигаций в сентябре 2019 года. Такие инструменты могут быть использованы любой компании в любом секторе, даже если она не отвечает зеленым требованиям. Нужно лишь желание улучшить экологические и социальные показатели. Мы думаем, что такое финансирование будет очень популярным в странах СНГ, где много нефтогазовых и добывающих компаний. Спасибо, Джереми. Если вам требуется консультация или же вы просто хотите узнать побольше по теме нашего сегодняшнего видео, вы можете обратиться к Джереми Гранту, партнеру, специалисту в области рынков капитала и финансов, или же к вашим привычным контактам в Стивенсен-Харбуд. Джереми, спасибо за беседу. Спасибо и до свидания.